приветствую вас друзья с вами варчик заметил по статистике что некоторые из вас пропускают заставку либо недосматривает ее поэтому решил ее сократить сделал два варианта первый вариант заставка в два раза короче всего три секунды второй вариант она вообще прозрачная накладывается сразу на видео и видос можно начинать прям сходу напишите в комментариях какой вам вариант больше нравится в начале видео 3 секунды заставка и потом я начинаю видос сразу с основных новостей или еще быстрее даже без трех секунд с прозрачной заставкой под этим видео разыграть золото не буду поскольку новости буду рассматривать world of tanks из его варгейминга хочет ли стату ту золото разыгрывать или нет я не знаю поэтому просто не буду да и все в следующих видосах где новости лес ты будут там мы разыграем еще и так в этом видео будем рассматривать новости что нас ждет в этом году это новости от варгейминга но как мы видим у лес ты практически все то же самое часто повторяются и не сильно отличается это не всегда чаще всего но просто чуть позже появляется либо появляется немного в другом виде и так первое что хочется показать это из режима шквальный огонь автопушки а именно автопушки у арты это прям уже какие-то реактивные системы залпового огня выглядит прям вообще капец если кто-то когда-то прикалывался и шутил что такую борту сделали вот это было бы весело но кто-то подумал что это не шутка и реально сделал в этом развлекательном режиме как говорится в новости шквальный огонь с автопушками еще и добавили автопушку для арты также еще говорится то что режима шквальный огонь с автопушками это не предвестник того что они появятся в игре но насколько я слышал в начале следующего года они вроде как появятся в игре может быть передумали либо просто какую-то смуту наводит очень интересно почитать ваши комментарии что вы думаете про такую артиллерию мне кажется вот этого точно нам не хватает каждый раз думаешь куда хуже уже игра может скатиться и потом ты видишь вот этой думаешь но в принципе еще есть куда шагнуть дальше новости про режим воффентрагера то что там будут какие-то новый танчик или еще что-то в целом пофигу выйдет режим тогда и посмотрим поиграем также еще режим мирные 13 туда добавили еще на каждую стадию по мини боссу но название для них пока что не придумали опять же это выйдет поиграем будет она только на европе или у нас тоже будет посмотрим но тут наверно будет зависит от того нужно ли разработчикам лутбокс еще раз продать или нет следующая новость про случайные события в случайных боях это такие вот вещи которые происходят случайно во время боя могут произойти могут не произойти в какой-то там рандомный период времени для того чтобы изменить структуру карты случайное событие происходит она была сделана таким образом что показывается большой круг если ты внутри него ты просто умираешь во время этого события если ты за ним то все нормально после этого события карта немного там изменяется структурой и немного бой может поменяться а может даже и много так вот что изменили теперь вместо большого круга красного там или какого-то цвета неважно появляется такая вот сигнальная ракета сигнальный дым называйте как вам удобно красного цвета это сигнализирует о том что начнется случайное событие я так понимаю эти случайные события нужно будет запомнить как они там происходят в каком месте опасно в каком нет поскольку ваш танк будет умирать сразу не просто в этой зоне везде а именно если основная часть разрушений упадет прямо на ваш танк вот допустим как на примере показано разрушается дом у него обваливаются стены получаются новые какие-то насыпи для игры от башни вот если именно они на вас упадут тогда то ваш танчик отправится в ангар и это логично зачем вообще во всем круге все танки будут отправляться в ангар если они даже и не цепляли никак вообще это событие это максимально глупо выглядело и этот вариант смотрится логичнее и больше танков выживет также еще присутствует какой-то элемент опытности если ты знаешь где она ломается где стоит стоять где не стоит это как-то по логичнее выглядит ну и также говорится что концу года она уже появится в случайных боях на европе у варгейминга когда она появится у нас у лесты на рубай регионе я думаю что тоже появится но чуть позже либо параллельно как обычно в принципе следующее изменение которое нас ждет на европе и скорее всего и на руль и они тоже это изменение на картах вроде как рассказывали что осенью она будет и я так понимаю тут некоторые карты уже готова некоторые еще разработчики только поняли что там надо что-то поделать хотя я вот эти все карты играю часто много видел их миллион раз и я еще во время того как прошлые изменения выходил я уже видел косяки и думал неужели заранее непонятно что это плохо переделанная карта и и придется еще раз переделывать и они по второму по третьему кругу одни и те же карты переделывают такое ощущение что либо у них есть задача переделать так чтоб переделывать снова лишь бы чтобы делать вид что переделываешь либо они не понимают что они из косяка делают косяк ну давайте по порядку допустим вот карту перевал переделали и коридорные направления теперь будут обладать большим количеством укрытий это все равно коридор из него никуда не денешься но теперь может быть чаще можно будет уехать хотя бы назад если будет опасность и больше укрытий позволит большему количеству танчиков здесь играть они просто стоять как попало и умирать хорошо это или плохо конечно это хорошо но до идеалы там еще далеко поскольку это все равно коридор просто в коридор булыжников накидали также на центре на перекатке сделали меньше прострелов благодаря тем же самым булыжникам огромным теперь большее количество танчиков захочет ехать вокруг на фланг и играть в игру мне кажется что основное направление теперь изменится с ледника на противоположный фланг она ледник будут ездить в основном самые 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 толстые танки которым просто лень ехать вдаль избавиться ли карта от турбо боев конечно же нет если на новое основное направление ваша команда не поедет то ее скорее все снесут поскольку благодаря большему количеству укрытий им легче будет доехать до вашей базы и сразу ее либо захватить либо пронести аж до другого флана поэтому карта типа станет лучше но если ваша команда захочет на баске постоять или не играть один фланг то ваша команда будет обречена точно так же как и на многих других картах там точно такой же сценарий разыгрывается постоянно поскольку почти все карты в мире танков в рту танц они состоят в основном из двух направлений основных и как только одно из них не играется командой то скорее всего она проносится за пару минут чтобы такого не было нужно сделать перед базой нормальные позиции для того чтобы хотя бы на базе люди которые остались могли там зажить они их снесли за секунды также еще кто обратил внимание насколько переделали балкончик возле ямы там практически вообще все голое один камень остался и все из-за чего люди не захотят на нем вообще находиться поскольку там просто вообще оляк и фланг будут просто разыгрывать быстрее не задерживаясь на балкончике играть друг против друга и это явно бой не замедлит следующее изменение на карте студенки там был дисбалансный завод в этом видео рассказывается что улучшить левую базу там так далее еще при создании карты можно было своим мозгом подумать что респ у которого не хватает одной стены а с другой стороны здания в два раза ниже еще из дырявыми стенами она будет умирать здесь не сможет выживать это было понятно еще до того как она вышла на релиз я не верю что такое можно выпустить случайно по незнанию это скорее всего на мой взгляд специально сделали эту сторону дисбалансной слабой я не знаю как можно случайно сделать дом в два раза ниже а с другой стороны вообще стену не поставить случайно просто ну вот так же на студенках еще канаву переделывают теперь в ней сражение будет происходить более удобные и сражаться мы будем еще за въезд в яму позиционные перестрелочки и только потом можно будет в нее заехать когда уже кто-то выиграет это изменение наверное одно из самых адекватных поскольку просто падать на бум в канаву без инфы это конечно вообще круто также какие-то там минорные такие изменения на карте устричный залив немножко балкончики подправили и все что мы из-за лобальных изменений здесь заметили всего лишь две карты и все у нас в игре 42 карты и 2 из них просто сделали ну перевал допустим сделали очень похожим на большинство других карт она будет играться практически точно так же как и все остальные карты вы даже отличие особо не заметите только текстурки другие ну и на тяжелых танках конечно на перевале будет легче и рация но пока вы там на тяжелом танке играетесь другой противоположный фланг теперь станет более актуальным и кто его быстро снесет тот быстро и выиграет единственные от студенки намного лучше станут поскольку завод вроде как больше и фланг для ст тоже поинтересней но насколько она там сбалансирована вообще неизвестно это все сильно ли мы заметим эти изменения в игре ну когда у вас карты будут повторяться именно эти несколько дней подряд до вы изменения заметите во все остальные дни когда другие карты будут повторяться вы вообще ничего не заметить но эти изменения в целом хорошие но мало маловато так же разработчики думаю что изменять еще нужно рыбацкую бухту на мой взгляд рыбацкая бухта более-менее сейчас нормально играется но немножко что-то в городе вот это небольшая гавань посередине города на какая-то лишняя и противоположный фланг он дисбалансный там где мельница также оказывается карту мураванки надо переделывать хотя не недавно переделывали это было очевидно что она так и останется плохой она на мой взгляд стало еще хуже поскольку та команда которая всегда проигрывала на еще чаще стала проигрывать поскольку там основополагающие направления как были не переделаны так и не переделаны также карта утес оказывается не очень но меня просто от нее трясет ну и лайвокс лайвокс не знаю у меня к лайвокс вообще меньше всего претензий ну и карта ласвель ласвель в городе дисбалансный ну и все также карта энск к энску вопросов много поскольку он супер маленький играются сильно быстро ну и линия зейфрида это просто набор кучек это просто даже играть не хочется вот такие вот изменения на картах также еще изменения с экипажем рассказали что не будет 50 процентных экипажей там красных экипажей так далее будет только стопроцентный экипаж а если у вас там какой-то опыт был то он вам в этот экипаж и пойдет никуда не пропадет также штрафов за выезд на красном экипаже никакого не будет поскольку вы на красном экипаже не сможете никуда ехать но также экипаж еще и сможет запоминать несколько танков на которых он там может играть в целом вот такие изменения вроде как адекватные нефиг на красных экипажах кататься в рандоме ну и опыт ваш никуда не пропадет все нормально в принципе вот все изменения которые нас ждут на европе у варгейминга Скорее всего почти то же самое Все и у Лесты будет Возможно с какими-то изменениями Возможно позже Возможно в каком-то своем видении разработчиков Лесты Пишите свое мнение в комментариях С вами был Арчик, играйте красиво Подписывайтесь, ставьте лайки Всем удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok